Всем привет, это Быть Инди, меня зовут Сергей, и сегодня будет необычный выпуск. Дело в том, что есть такая студия как Eccentric Games, которая обучает людей разрабатывать игры на различные платформы, в том числе как мобильные iOS, Android, так и виртуальные игры, компьютерные игры и так далее. И они устроили джем на тему космоса, где выпускники должны разработать игры в любом жанре, главное, чтобы тематика была космос, и у них была всего одна неделя. И вот сейчас я посмотрю на их игры, дам свои оценки, какие-то свои рекомендации, надеюсь, вам будет интересно. Скажу только одно, что одна игра выделилась лично для меня среди всех остальных на уровень выше. В нее действительно было интересно играть, она была продумана от начала до конца, и это полноценная маленькая такая тема игра. Так что я думаю, вы скоро все поймете, приятного вам просмотра. Сразу хочу оговориться, что все участники большие молодцы, и не стоит принимать мои субъективные оценки на свой счет близко к сердцу. Просто нужно было как-то оценить, и получился вот такой именно рейтинг. 11 место и игра от Ивана Круглова. Задумка оригинальная, игре не хватает анимации у объектов, сейчас все выглядит плоско. Поначалу интересно, но когда быстро понимаешь, в чем суть, то надоедает. Объектов много с разными параметрами, но суть их однотипна, стоит сократить до 2-3 параметров. Нет тут туториала по стыковке со спутником, часто и проигрыши. Игру нужно значительно дорабатывать, чтобы улучшить реиграбельность. 10 место, игра Валерия Уткина. Задумка хорошая, но исполнение очень сырое у игры. Нужно настроить камеру, сделать взаимодействие с объектами удобное, не чувствуется реалистичной физики объекта с окружением. С точки зрения геймдизайна, уровень перемудрен, стоит много доработать, чтобы демка была играбельной. 9 место, разработчик Алексей Ештыгин. Возможно, использовался готовый ассет с проработанной механикой игры. Не хватает туториала, чтобы понять, что требуется от игрока, как его выбор влияет. Сложно судить о проработке нарратива в этой игре, а это главное в таком жанре. Нет ощущения, что от выбора что-то зависит, точнее, как твой выбор влияет на игру. Выглядит все неочевидно. 8 место, разработчик Илья Пятков. График отлично и современно смотрится. Геймплей отличный на первых секундах игры. Сам с такой механикой сделал две игры. Но начинается дисбаланс после того, когда щит станет чуть больше, и начинается монотонное управление без какого-либо челленджа для игрока. Классная задумка, убита дисбалансом, из-за чего сильно снизил балл. UI стоит доработать в соответствии с графикой всей игры. Звуки все заменить и обновить. Музыка хорошо подходит, не надоедает. Баги. Некоторые астероиды пролетают мимо планеты. Идея по улучшению. Место управления щита, который строится, управлять турелью, которая также крутится вокруг планеты. Защищать саму планету и щит. Щит может разрушаться от попадания. Добавить ачивки и лидерборды. Отличный потенциал для игры. Седьмое место. Разработчик Айден Вайтмари. Эта игра в жанре выживания с элементами стратегии. Проделана объемная работа, много продумано, но графика отталкивает в это играть. Слишком серая, холодная. Да, мы на луне, но тем не менее, глаз не цепляет. Не хватает татуариала и объяснения цели, что нужно делать. Звуки есть, но они больше как-то нагнетают атмосферу. Общие впечатления от игры скучно. Несмотря на то, что по контенту разработчик постарался и многое продумал, по улучшению поставить цель игроку, дружелюбный татриал и вести игрока за ручку, как это в проекте от Артема Шияна, о котором я проговорю позднее. UI весь лучше переработать. Сейчас он не сочетается 2D с 3D. Тогда на проект можно посмотреть новым взглядом. Желаю удачи! Шестое место. Разработчик Александр Загора. Сразу же в игре происходит экшен. Погружение в игру и все интуитивно понятно, что надо делать, это плюс. Графика приятная. Интерфейс слабый, схематичный. При сборе минералов не хватает UI по его сбору. Количество, сколько собрано и скольки. То, что уровни разные, это круто. Стоит доработать интерфейс, добавить звуки и будет отличная короткая игра. А еще можно добавить лидерборды и ачивки. Осталось немного, чтобы игру считать коротким завершенным проектом. Пятое место. Разработчик Артем Костров. Хорошо, что есть туториал. Но он дает сразу большой поток информации, который требуется запомнить, либо в этом смысла нет. Желательно, чтобы после каждого хента туториала было какое-то действие для закрепления. Ты можешь построить тут здание, затем игрок его строит. Не хватает каких-то указателей и стрелочек к туториалу. Может быть выделить особым цветом область, о чем сейчас говорим. Допускаю, что туториал делается в последний момент и до него еще не добрались. Вначале не хватает динамики, приходится ждать золото. Ускорение тайминга я бы оставил и для релизного билда, а не только для теста. Это полезно. Вначале хочется видеть больше действий. Возможно нужно добавить квесты, задачи, построить то, добудь это. За интересный факт, плюсик к игре. Не ощутился челлендж в начале игры. То есть просто развиваешь и копишь монеты. Нет катастроф или каких-то препятствий игроку, чтобы это было интересней. Нет целей, а как песочница, пока не хватает разнообразия и контента. Есть сомнения в балансе игры. У проекта есть перспективы в своем жанре. Желаю продолжать и развивать, общаться с комьюнити и дорабатывать по фидбэкам. Четвертое место. Разработчик Иван Попивчак. Выглядит круто в плане визуала, но саму игру не увидел, даже песочницы. Просто ходишь по пустому миру и на этом все. Кроме как исследовать локацию, другого интереса не вызывает. Нет мотивации что-то делать. Нужно игрока направлять, сопровождать по нарративу. Скорее всего проект очень сырой и далек от завершения. Но видно, что работа проделана большая в плане самой локации. Третье место. Разработчик Валентин Точилкин. Очень хардкорно. Над управлением стоит подумать. Можно ли как-то еще улучшить взаимодействие космонавта с платформами, убрать может скольжение по ним. Из-за частого перепрохождения игра быстро надоедает. Ничего кроме платформ нет. Лучше добавить чекпоинты на уровне, чтобы не начинать заново. Добавить динамику в платформы, части разрушающиеся, какие-то подвижные или что-то, что может упасть на героя, чтобы успеть увернуться. Графика приятная, звуки не напрягают. Музыка отличная, но для продакшена надо что-то свое. Для релиза лучше иметь несколько уровней, на каждом уровне менять визуальную расцветку для разнообразия. Есть потенциал при развитии игры. Второе место, Марк. Видно, что сделана объемная работа, и в это можно играть. Графика своеобразная, но ей придает свой шарм. Я предложу отказаться от текстуры планеты и нарисовать свою планету. Тогда все будет в одном стиле и смотреться более гармонично. Добавить туториал и цель в начале игры, чтобы понимать, что нужно делать. Музыка со временем немного надоедает. Проект в целом очень приятный и хочется видеть его развитие. Первое место, Артем Шиян. С первых же секунд становится очень интересно и хочется начать в это играть. Выглядит визуально хорошо, отлично сочетается интерфейс, присутствует интерактив с окружением в виде мини-игр. Также присутствует нарратив, игрока постоянно сопровождает текст, который дает цель и мотивирует двигаться дальше. Есть подсказки, которые помогают игроку с дальнейшими действиями. Музыка и звуки также присутствуют и отлично добавляют к атмосфере игры. Полноценный завершенный продукт, где есть концовка игры с отличным финалом.